МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Меня зовут Саша и своя мастерская Лихой Топор. Я решил сделать крутое рабочее место. Для этого я взял столешницу размером 2,5 метра на 80 сантиметров, которая осталась от старого нереализованного проекта. В моем случае это лист МДФ с нарощенными бортиками, но для такого стола отлично подойдет любой листовой пиломатериал. Как вы могли видеть в начале ролика, я покрасил торцы столешницы и просверлил два отверстия, через которые будут проходить провода от монитора и клавиатуры. А декорировать его я решил не обычным, а главное бесплатным способом. Я взял пару сотен стикеров, которые мы с Олей собрали на различных тату-фестивалях. Долго мы их хранили и вот, наконец, они пригодились. Кстати, у нас даже есть видео, в котором показано, как мы добывали эти наклейки. Ссылку, конечно же, оставлю в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и, конечно, нам надо защитить наклейки от истирания и похищения. Для этого ничего лучше эпоксидной смолы пока что не придумали. Поэтому мы берем состав, который уже отлично себя зарекомендовал, и размешиваем два компонента. Конечно, мешать смолу на больших оборотах не совсем правильно, так как образуется много пузырьков, но я сделал это намеренно для того, чтобы продемонстрировать один прием. Размешав два литра состава, я равномерно распределяю его по столешнице. И пока первый слой высыхает, я приступаю к изготовлению ножек для стола. С ними я решил особо не мудрить и собрать каждую ножку из трех разных кусков МДФ, но предварительно, конечно, покрасив их. Как вы видите, я выбрал серый графитовый цвет. Это одна из моих любимых красок, а также единственная, какая была в мастерской. В итоге мы получили вот такие треугольные ноги. Я специально оставил небольшие проемы между фасадами, так как по задумке они будут выполнять роль ночника. Как вы видите, смола легла неравномерно. Все потому, что все наклейки очень разные. Например, бумажные впитали в себя смолу, а пластиковые, наоборот, отталкивали ее. Поэтому я называл этот слой проверочно-грунтовочным. Теперь нам надо подготовить его для финального слоя, который и даст нам идеальный результат. И пока я выравнивал первый слой, у меня родилось два совета для вас. Обязательно тестируйте материал, который собираетесь залить. И не забудьте хорошенько обезмухить помещение, так как одна муха все-таки увековечила себя на моем столе. Хорошо, что на первом слое. И когда все мухи убраны и столешница замотована, я делаю бортик из скотча, чтобы смола не стекала на торцы, так как они уже покрыты первым слоем, и этого вполне достаточно. Наконец, заливаем финишный слой и распределяем его рукой. Кстати, очень удобный способ, главное не забывать про перчатки. А теперь пришло время обещанного приема. Взяв газовую горелку, я провожу пламя, немного касаясь смолы. Таким способом все пузырьки лопаются, и финальный слой выглядит как стеклянный. В итоге вот что мы имеем. Тут все ограничивается только вашей фантазией. Точно так же вы можете сделать стол с любимыми комиксами, вырезками из журналов, да хоть с гербарием на столешнице. Так что терзайте, успехов вам и добра от топора. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»